Вот что вы можете сказать, наверное, вот этим вот скептикам, которые призывают не дружить с Турцией? Татары не могут быть тюркофобами. Татары сами являются частью тюркского мира, это первое. В основе любой цивилизации лежит религия. Да, мы татары, граждане Российской Федерации, но мы представители исламской цивилизации. Потому что если посмотреть на русскую цивилизацию, в основе русской цивилизации лежит ортодоксальное восточное христианство, это православие. А с кем дружить, кого любить, это наше право. Я считаю, что эти московские чиновники пусть учат лучше своих жен, как щи варить. А мы сами будем выбирать, с кем дружить, с кем строить отношения, кого считать братьями, с кем сотрудничать. А с Турцией сейчас связывает очень много. Да, есть определенные круги, которые вектор внешней политики хотят поменять. Есть определенные лобби здесь серьезные, которые, используя свой потенциал, пытаются сеять имена исламофобии и тюркофобии в обществе. Но они нам не указ. Они нам не указ, они нам не авторитет. И вот эта оголтелая пропаганда на нас не действует. У нас, Аллах Гащик говорит, есть знания, мы можем анализировать, мы можем отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Они нам не учителя, не поводыри, не наставники, не лидеры нашего мнения. Пусть они своих людей воспитывают, пусть они своих детей воспитывают, которые безвылазно живут за границей. Так называемые патриоты. Посмотрите их недвижимость, их дети, где учатся, где живут. Здесь пару раз в год приезжают на фотосессии. Они что ли нас хотят учить патриотизму? Мы здесь являемся коренным автохтонным народом. Мы знаем, что татары построили великую империю. Это Золотая Орда. От Бухары до Бухареста, от Алтая до Крыма, от Казани до Дербента. И наследниками Золотой Орды были татарские основные государства. Это Крым, это Казанское ханство, Крымское ханство, Астраханское ханство, Нагайская орда, Тахтуль-Аля, Большая орда. Та же Узбекское ханство и Казахское ханство. То есть мы живем на своей земле. У нас есть своя культура, своя цивилизация, своя религия. То есть мы, извините за выражение, не слепые котята и годовалые щенки, чтобы нами рулить. Это время ушло в небытие, аль-хамду-ли-ля. И они должны принять реальную действительность, что татар это народ не кишклагского уровня создания и не уровня ущелья, который мыслит на уровне ущелья. Это имперский народ, который правил многими народами, который создавал цивилизации, который правил тем же Египтом, Мамлюкское, посмотреть, государство. Тоже Усманское государство, Златарда, та же Индия. Мы знаем, что Никитин Афанасий, который первый среди русских посетил Индию, вот он свои путевые замиски, 1-3, было написано на татарском языке. Он татарский язык там выучил, и 1-3 трудов его на татарском языке было. И официальный язык, язык дворца был татарским языком. И вот эти политтехнологи, да, хотят, что ли, нас обуздать, на нас кататься и погонять, что ли, нами? Пора проснуться. Вы разве еще не проснулись? Я задаю им вопрос. Мир меняется, но Аллах, дав душу нам, как говорит Аллах, ему вдули в душу, дал душу татарскому народу, и вместе с этим дал потенциал. Никто у нас этот потенциал никогда не отнимет. Мы будем строить отношения и с русским народом, он является нашим соседем, то есть у нас очень много исторических, если посмотреть на историю, то есть мы прошли серьезный путь, тяжелый путь, иногда кровавые столкновения были, мы из этого вывода должны делать. Мы живем в Российской Федерации, многоконфессиональной, многонациональной стране, татарский язык, татарский народ является вторым по численности. Мы в этом государстве рано или поздно займем достойное место, которое мы заслуживаем с точки зрения истории, с точки зрения культуры, с точки зрения нашего экономического духовного потенциала. И среди татарского народа есть эксперты, есть и аналитики, и политологи, и представители других аспектов науки, которые сами знают, как им быть. Мы же не рабы, мы не халуи, никогда мы не были крепостными, мы свободные люди. Тот, кто является рабом Аллаха, он не должен быть рабом себе подобных. Вот наш посыл некоторым московским чиновникам и пропагандистам. Продолжение следует...